Теперь давайте рассмотрим последнюю силу, которая осталась, эту силу трения. Сила трения в жидкостях, кстати сказать, так же как и в газах, зависит от скорости. Сила трения равно некоторой функции от скорости. Для разных скоростей силы трения будут различны. Но это отличается от привычного закона для силы трения, который описывает взаимодействие между двумя трущимися сухими поверхностями. В случае сухих поверхностей у нас сила трения была пропорциональна нормальной реакции опоры. Здесь же зависимость совершенно иная. Причем вот эта зависимость достаточно сложна. Если у нас скорости достаточно малы... Малы я поставлю в кавычках, потому что с точки зрения физики малость это значит сравнение с чем-то. Сейчас пока будет в кавычках, потом запишем сам критерий этой малости. Если скорости малы, то тогда сила сопротивления, f трения, может быть найдена как k на v в первой степени. Ну и направленная сила сопротивления будет противоположной скорости, поэтому в векторной форме она будет направлена вот так. Может быть записана вот таким образом. Если же скорости велики, второй случай. Велика, скорость большая. Да, скорость она одна, наверное, мала. Соответственно, здесь велика. То тогда сила трения будет пропорциональна квадрату скорости. Может быть записана как kv в квадрате. Ну здесь коэффициент тоже другой какой-то. И направлена она опять же противоположной скорости. Ну в принципе можно записать в векторной форме так. f трения равно kv квадрат в минус v делить на модуль v. То есть противоположно направлению скорости. Тогда это векторная форма. Теперь какие критерии. Ну сама зависимость, сама зависимость имеет вот такой вот вид. Здесь у нас v, здесь f трения. Сначала у нас линейная зависимость. А потом эта зависимость либо сразу переходит в квадратичную, либо здесь вот есть какой-то такой вот бугорочек. И так, и так возможно. И она переходит в квадратичную. Либо так, либо так. Зависит от вида жидкости. И зависит от вида тела. Коэффициент пропорциональности очень существенно различается от того, какая у тела форма. Если у нас есть шарик, плоский диск. Давайте вот так вот и нарисуем. Плоский диск. Тело вот такого вот каплевидной формы. Все эти тела движутся в одну и ту же сторону. Но эти все тела будут испытывать различную силу сопротивления. Сила сопротивления будет складываться из лобового сопротивления, то есть сила, которая действует на переднюю сторону. И сила, которая будет возникать сзади. Если движение достаточно медленное, то обтекание оно плавное. Говорят еще, что это обтекание ламинарное. Однородное, без завихрений. Но если движение достаточно быстрое, то при быстром движении обтекание будет меняться. Вот здесь будет возникать вихрь. С вихрем будет связано возникновение разрежения в задней стороне, сзади тела. Ну и как следствие, вот это разрежение будет порождать увеличение силы сопротивления. При наличии вихрей нужно пользоваться второй формулой. Значит, вот это вот второй случай. А в отсутствии вихрей, когда обтекание плавное, ламинарное, у нас случай первый. То есть это вот первый случай. Наверное, вот такое тело будет обтекаться хуже. Напрашивается, что у него лобовое сопротивление будет выше. И вот здесь вот гораздо раньше будут возникать вихри. А вот такое тело будет обтекаться лучше всего. За ним не будет возникать срыва вот этого потока и завихрения. То есть коэффициент очень здорово зависит от вида тела. Как правило, в олимпиадных задачах этот коэффициент задан. Хотя для некоторых тел простейшей формы этот коэффициент можно сосчитать аналитически. И олимпиадникам полезно знать, например, что при малой скорости сила трения будет равна для шара для определенного тела будет иметь следующий вид. Шарик. Скорость мала. Тогда f трения равна 6 и это радиус на скорость. Вот эта формула справедлива для жесткого шарика. Если шарик обладает определенной жесткостью. То есть он имеет жесткие недеформируемые границы. это для шара. Формула была получена стоксом и носит собственное название формулы стокса. Это формула стокса. здесь тоже интересный момент. Если у нас имеется гибкая поверхность у шарик, деформируемая, например, в каком случае это может произникнуть? Если у нас имеется пузырек газа в жидкости, то для такого пузырька пузырек вот здесь будет другой коэффициент. То есть все остальное сохранится. π это r v сохранится, а вместо шестерки будет уже 12. и вот я еще кое-что не озвучил. Достаточно существенно. Что такое параметр, который у нас здесь входит? Значит, r это радиус шарика, v понятно скорость, а вот это величина это называется динамической вязкостью жидкости. динамическая вязкость жидкости. динамическая динамическая Продолжение следует...